По закону, перепись населения должна проводиться не реже, чем один раз в 10 лет. Предыдущая прошла в 2010-м, очередная запланирована на осень будущего года. Это масштабное мероприятие, которое позволит узнать не только количество россиян, но и выяснить род занятий, возраст и образование граждан. В Армавере уже приступили к реализации подготовительного этапа всероссийской переписи населения. За 2019 год проделана большая работа по формированию списков домов. Сопоставлены все сведения, предоставляемые администрацией по многоэтажным домам и садоводческим товариществам. Сведения, содержащиеся в базах «Газвыборы», «Армавергортранс», «Почта России» и «НЕСК». Проведен тщательный обход всех объектов регистраторами. Внесены изменения в автоматизированную систему всероссийской переписи населения. Отличительная особенность грядущей переписи – то, что она станет первой цифровой. Волонтеры, которые будут вести сбор данных, выйдут по адресам с современной техникой. Переписчики пойдут с планшетами, а не с бумажными анкетами, как это было раньше. Потому что это нужно было собрать, обработать, отсканировать и долго ждать результат. То есть все данные будут собираться в цифровом виде, а это скорость и качество собираемой статистики. Перепись 2020 года – это перепись будущего. Еще одна особенность предстоящей переписи в том, что данные о себе можно будет оставить несколькими способами. Привычно – ответить на вопросы волонтеров и нововведения, лично заполнить анкету на портале госуслуг, а также на любом стационарном участке. Специальные пункты будут оборудованы в период проведения исследования. «Эта вся работа на территории города Армавира ляжет на плечи 380 переписчиков. Благодаря цифровым технологиям их будет в 10 раз меньше, чем в предыдущей переписи. Так вот, в следующем году предстоит набрать 380 работников». Армавирцев призывают проявить активность в период проведения переписи, предоставлять достоверную информацию и полные сведения. Такое исследование имеет огромное значение для внедрения в госпрограммы и определения направлений социального развития страны. Ирина Белик, Евгений Халманский, Служба информации, Канал Орент-ТВ, Армавир.